Всем привет! Когда на радиолюбительском канале выходит ролик про микроскоп, то все мы знаем, чем он закончится. Но не тут-то было. Новому микроскопу от Anton Star есть чем вас удивить. Так что усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Эта история начинается давно. Года два назад мне предлагали снять обзор на микроскоп. Но я отказался, так как считал, что обзоры это не мое. А потом, когда реально возникла потребность в микроскопе, купил себе вот такой дешманский, чтобы хоть как-то можно было работать. И потом еще долго жалел. И вот совсем недавно, со мной опять связались на эту тему. Теперь отказываться не стал. Это была предыстория. Переходим к истории. Посылка оказалась довольно большой. И когда я ее открывал, то немного волновался. Так как снять можно только один дубль. Как видим, упакована она хорошо. С дополнительной пупыркой сверху. По итогу коробка оказалась вообще без вмятин. А значит внутренности должны быть в порядке. Открываем коробку. Тут все прям добротно упаковано. И сразу нас встречает инструкция. Наверное для того, чтобы мы не наделали глупостей. Дальше я немного запутался, как достать внутренности по отдельности. И достал все вместе. Первым нас встречает 7-дюймовый дисплей. С защитной наклейкой. Которую я с удовольствием сниму. Начинаем дербанить упаковку дальше. Там много интересных приколюх. Это линзы, их тут две штуки. Пульт управления. Нижняя подсветка с мощным светиком. Блок питания. Образцы, которые можно рассматривать под микроскопом. И куча мелочевки. Также видим многофункциональную направляющую. Для крепления и регулировки высоты подъема. HDMI кабель для подключения большого экрана. Ну и собственно станина с проводами. На которую крепится микроскоп. На ней есть два довольно мощных фонарика. Которых должно хватить для хорошей картинки. Дальше все это дело необходимо собрать с помощью пошаговой инструкции. Думаю тут справится любой. Так как это не сложнее сборки конструктора лего. У меня ушло на это минут 5. И вот уже микро в собранном состоянии. И теперь я официально могу сорвать с дисплея защитную пленку. Изначально я почему-то думал, что микроскоп содержит внутри аккумуляторы. И долго пытался его включить без внешнего питания. Только потом понял, что их там нет. Просто все микроскопы, что мне попадались, содержали аккумы. Получается этот позиционируется как стационарный. Ну или же можно использовать от пауэрбанка. Теперь давайте рассмотрим, почему же я сказал, что данный микроскоп вас удивит. Когда мы раскрывали коробку, в комплекте видели несколько линз. На каждой из них написано фокусное расстояние. И меня сразу заинтересовало от 4 до 5 миллиметров. Установим ее на свое место. И посмотрим, что с помощью такой линзы можно рассмотреть. Помимо линзы нам понадобится нижняя подсветка, которая обеспечит хорошее освещение для объекта. Давайте начнем с экземпляров, которые поставлялись с коробки. Каждый из них подписан. И мы можем загуглить и узнать, на что смотрим. Как видим, их тут немного. Но залипнуть можно нормально. Я первый вечер после сборки провел, рассматривая эту красоту. Потом мне захотелось посмотреть что-нибудь экзотичное. И я обратился к своему коту за ресурсами. И тут любезно предоставил мне блоху. Вот, это уже интереснее. Но есть и минусы. Объект должен быть плоским, чтобы постоянно находиться в фокусе. И чтобы на него попадал свет. Для этого нужно будет нарешать два стеклышка. И стянуть их между собой. Потом я захотел посмотреть на кристалл разбитого транзистора в увеличении. И это оказалось интересно. Как видим, тут какой-то канал. Не знаю, что это, но выглядит красиво. Еще можно заметить царапины. Их я сделал, когда дробил верхушку. Казалось бы, это максимальное, что мы можем рассмотреть. Но данный микроскоп содержит еще цифровой зум. Я когда взял пульт в руки и увидел кнопки приближения и отдаления. То подумал, что тут стоит шаговый двигатель. Который будет автоматом крутить фокус. Но оказалось, это просто цифровой зум. Потом я побил еще транзисторы. В надежде увидеть что-нибудь новое. Но почти все внутри были одинаковые. Кроме советского КТ-819. Он, правда, плохо разломался. И вся интересная часть осталась на пластмасске. В общем, похоже это все на какую-то змейку. Как мы помним, в комплекте был HDMI кабель. И он предназначен для подключения мониторов. Так как у него с одной стороны micro HDMI, а с другой HDMI. Подключим все это дело вместе. И посмотрим, насколько станет лучше картинка. Ну тут прям панорама какая-то. Можно рассматривать с еще большей картинкой. Но я не уверен, что буду этим пользоваться. Так как мне важна компактность. А держать на столе здоровенный монитор не в кайф. Давайте теперь установим стандартную линзу. Ну тут, думаю, ничего интересного нету. Самая обычная линза, которая есть у всех микроскопов. С помощью нее можно проверять качество пайки. Или искать какие-нибудь дефекты платы. Для лучшего визуального восприятия, тут есть еще дополнительные фишки. Связанные с режимами отображения. Допустим, можно посмотреть в негативе. Или в черно-белом формате. Возможно, таким образом получится избавиться от бликов или пересветов. Но с этим тут все и так очень хорошо. Если присмотреться, то постоянно идет регулировка яркости. И камера микроскопа подстраивается под яркость освещения. Это похоже на то, как телефон устраняет очень яркие участки. Делая всю картинку темнее. Как вы могли видеть, в начале ролика я показывал еще один микроскоп. Взял его на работе, для сравнения. Можем посмотреть на одинаковые платы. И оценить качество картинки. Тут сразу становится понятно, кто лидер в этой гонке. Новый микроскоп дает более сочную и красивую картинку. Также стоит отметить количество ступеней свободы у держателя. Он может не просто ездить вверх-вниз, регулируя расстояние. А и перемещаться по двум осям. Да еще и изменять угол. Помимо этого, сам дисплей микроскопа тоже может поворачиваться. В общем, настроить можно прям все, что хочешь. Продолжим. На очереди последняя линза. У нее гораздо большее фокусное расстояние. И я сначала не понял, для чего это. Но установив ее на место, все стало ясно. Микроскоп находится гораздо выше объекта на подставке. И это дает свободную область для маневров. Как по мне, эта линза больше подходит для паяльных работ. Тут даже феном будет удобно работать. Давайте проверим это в режиме реального времени. Попробуем произвести пайку какого-нибудь элемента. На камеру это будет не очень удобно. Но я постараюсь. Попробуем не только первый. Субтитры сделал DimaTorzok Кадры, которые вы видите, записаны на флешку самим микроскопом. Для нее есть специальное гнездо. Правда, без помощи пинцета установить флешку у меня не вышло. Для этого нужны будут длинные ногти. Качество записанной картинки не отличается от основного видеопотока. И это прям очень круто. Так как можно будет добавлять в видео съемку с микроскопа, и это будет гармонично смотреться. Первые кадры я снял еще в прошлом ролике, про многослойную плату. Осталась еще одна тема, которую я не затронул. Это провода и куда их подключать. На самом теле проще некуда. У нас имеется USB вход на самом микроскопе. И гнездо, как в старой Nokia, на подставке. И нижней подсветке. И вам остается выбрать, что подключить. На самом пульте всего три кнопки. Это питание и регулировка яркости подсветки. Вот такой обзор у нас получился. Думаю, на такого универсального бойца следует обратить внимание при выборе микроскопа. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что смотрите. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok